ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату с вами у малики мы сегодня с вами будем разбирать суру аль-ихляс иншаллах чтобы предотвратить ошибки которые могут быть при чтении этой суры и так как обычно начинаем с басмалин бисмиллахи рахмани рахи начинается у нас у лиху аллаху ахады оль и of с бомой читаем бомму четко вытягиваем умерено губы вперед о у ли для внимательно мягкая на николу он и придержим когда отпускаем уже язык звука нету не говорим оль оль буква это нижнее горло делает иногда такой звук не до конца четкий губы мы вытягиваем здесь вытянуты уа вытягиваем из позиции вытянутой потом уже произносим фатху уа внимательно что это не ва губа уа ульгу далее у нас идет для улья ля ля аллах в случае начинания мы начинаем ее с фатхи да скажем аллах но здесь мы в продолжении вот эту хамзатальвасль не читаем но произносим следующую букву лям удвоенную в частности это слово может лям читаться в нем как мягко таки твердо но если у нас приходит перед ней фатха как здесь или мы с нее начинаем и тогда у нас хамзатальвасль фатхой то если перед лям фатха произносится тогда лям твердая то же самое если перед ней дома но в этом примере фатха поэтому не говорим гуаля у уаллаху плюс обратите внимание что над для у нас есть удвоение есть фатха но долгого нету но в чтению он есть это долгий то есть мусофе его добавочно как огласок они пишут так как часто это слово используется и понятно что там должен быть алиф поэтому не него аллаху у аллаху протягиваем олив читаем долго а ахады ахады внимательно а при остановке даль у нас читается с сукуном не ахады или до или дэй д да то есть мы только отрываем от махраджа никаких других движений не делаем огласовки а у нас одинаковые не говорим ахады ахады да или а ахады надо тянут а это короткая короткая и д сукон у льву аллаху ахады здесь долгих никаких нету следующий аят аллаху сонады мы видим ляф джаляля начинаем на гамзатальосль как и здесь и в этом случае если мы начинаем с этого аята мы как раз начинаем с этой буквы и произносим ее с фатхай то есть а аллаху то же самое как и здесь лям у нас твердая далее у нас идет опять же гамзатальосль которая не читается если мы продолжаем и лям над ней мы видим сукунаария то есть сукун невидимка которую свидетельствует о том что у нас или и 2 или их фа или долгий но здесь точно не долгий и не их фа потому что их фа бывает сын он и или мим и видим удвоение то есть это и дуга солнечные буквы поэтому после буквы ху мы переходим сразу на удвоение сады сад твердая буква внимательно что мы не говорим со соной не не вытягиваем губы со со то есть у нас харфа леса твердый не за счет откругления за своих сифатов аллаху сломать харфа сада имеет такой сифу как софир какой как резкий звук до ощутимые в этой букве с с защитнее этого сифата мы слышим хорошо эту букву плюс она удвоенная мы должны дать время двух букв что показать что тут две буквы аллаху сломать опять же сонады не читаем для сама да то есть буква дали в конце тоже не глушит не оглушается не говорим сломать да да как и здесь аллаху сломать то есть в этом случае вот так читается здесь еще одно правило можно добавить это дополнительный хоком которые не так часто встречаются поэтому здесь на него обращу внимание если вы хотите соединить эти два я то не останавливаясь после первого то у нас получится здесь танвин ахадун и затем гамзеталюасы хамзеталюасы мы не читаем начинаний да если мы соединим это уже не будет начало ахадун нун сякина мы произносим потому что танвин это в данном случае дом читается как он и за ним уже будет удвоение лям в этом случае лям сякина да потому что в удвоении это тоже сукун то есть если бы мы ничего дополнительно не делали получилось бы ахадун лягу или лагу да но здесь что происходит что для того чтобы не встретились эти два сукуна то есть нун сякина и станвина и лям здесь что в арабском языке трудно в произношении ставится дополнительная касра к вот этому нун и станвина который мы тоже не видим то есть будет не ахадун а ахаду ни то есть ну вот это будет сказкой соответственно когда здесь появится касра в этом случае то лям уже будет читаться мягко на то есть в этом случае лям будет читаться мягко пример здесь будет ахаду нилляху ульгу аллаху ахады аллаху сломать если отдельно и вместе ульгу аллаху ахаду нилляху сломать в этом случае как вы видите лям будет уже мягко переходим к третьему аяту лям я лиды уэ лям ю лады лям харфы лям мягко не лам да тоже бывает часто ошибаются говорят лам нет для муна всегда мягкая кроме вот слова аллах или аллахумма да когда она может в зависимости от предшествующих огласовок для мне читаться твердо а так в остальных случаях по ривая ахаду но всегда мягко лям значит лям мягко и потом харфы льми внимательно что не лям и лям да то есть мы плавно заканчиваем говорим лям лям я лиды уэ лям ю лады харфы лям с укуном мы придерживаем губы и при этом сильно не нажимаем лям-ля эль еды лям 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 мягко общение лям лиды ей медленно не я лиду нету здесь долгих и вот это долгая огласовка это просто для красоты чтобы плавно завершить эту строчку да и она красиво вмещалась здесь они для того чтобы что-то вроде как долгие то потому что никто на здесь долгая классовка как будто долгий нет я лиды даль также мы как и здесь при остановке также читаем здесь вытягиваем губы мягко внимательно что-то него уолом у а мягкая лям тоже мягкая ним останавливаемся плавно юля ды ю тянем долгий смотрите над это его уже мы не видим никакого знака но перед ней есть дома который указывает на то что это у нас долгий харф да то есть сукунари и надувал перед которой стоит дома говорит о том что это долгий юля ды вот здесь уже тянуть не юля да а юля ды для коротко и даль внимательно чтобы не сокращать его больше чем нужно юля ды на тоже так не нужно юля ды то есть плавно говорим ля и затем харф и дыль лям я лиды у лям юля ды это был третий аят и переходим иншалла к следующему аяту четвертому и последнему у лям я куль ля ху ку фуан ахады уа лям да это тоже самое как здесь ничего нового уэля далее лям здесь мягко читаем амин читаем четко я кун если отдельно мы здесь бы остановились мы эту ноль мы прочитали я кун на я кун но мы видим я с фатхой каф в дом и я ку и на дну у нас нету никакого знака опять же я вам говорила что если над буквами нету никакого знака это или харф и мать или это у нас идут вам или это их фа в данном случае так как после лям у нас мы видим удвоение это у нас идут вам идут вам без гуны то есть мы но он здесь не читаем после q мы сразу переходим на удвоение лям я куль ля я куль ля да если бы остановились здесь бы га была с укуна значит это нун как мы видим не читать далее вы увидите что после вот этого харфа га с дам май стоит маленькая уау при остановке как вы слышали я сказала здесь га с укуном для но при продолжении вот это маленькая уау говорит о том что мы тянем ее два характера тогда то есть при продолжении только при остановке она не тянется для уку фуан ахады то есть у нас при продолжении для 2 характера тянем плавно вытягиваем губы куфу уан это при продолжении кул ламмы мы вытягиваем губы фу тоже сфа вытягиваем губы вперед уа тоже вытягиваем губы и потом говорим фатху и нун сякина куфу ахады да здесь танвин такая форма танвина подхатаны дороге ботан показывает что у нас здесь илвар действительно после него мы видим хамза да то есть когда у нас после танвина стоит хамза или другая горловая буква у нас четко и ясно читается нун из танвина куфу ахады ахады да то то есть то же самое как у нас было и здесь если остановились бы на этом слове то мы видим уау и после нее алиф продолжение как вы слышали я это алиф не читала оно не читается но при остановке я бы не читал а танвин потому что при остановке танвин не читается но прочитали то лифт то есть остановившись в этом месте мы прочитаем так куфу 2 раката таким образом мы разобрались с вами этот четвертый яд у меня кулья куфу а еще хотел сказать значит для мужа да да то есть удвоенная лям не перетягивать ее иногда читает я кулья куфу а очень долго нет читаем его просто я кулья я кулья да не задерживаемся чрезмерно на удвоение и так мы с вами завершили эту суру еще раз рассмотрим сначала бисмиллахи рахмани рахим ульгу аллаху ахады аллаху сломали для меня лиды валем ю лиды валем я куль лагу куфу ахады алхамду ля я надеюсь это этот разбор поможет вам предотвратить ошибки которые возможно есть или которые могли бы быть для того чтобы вы научились правильно читать и в дальнейшем заучивать эту суру баракаллаху фикум ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату